Здравствуйте! Большое медиастинальное новообразование, периферические забрюшинные лимфатические узлы поражены, есть очаги в печени, костях, поражение костного мозга, IPS-4, он получил 6 курсов биокопа, эскалированных в первой линии терапии. Был неполный ответ, ему была проведена биопсия новообразования медиастинального и гистологические признаки лечебного патоморфоза, но и также клетки лимфомы Ходжкина. Поэтому, учитывая неполный ответ, ему был проведен курс первой терапии спасения ДХАП и было выявлено после первого курса прогрессирования основного заболевания. И было рекомендовано введение брендоксимаба витантина. После трех введений отмечена хорошая редукция. Проведен курс высокодозной химиотерапии с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток и был получен полный ответ. Ну и возникает вопрос по тактике введения в дальнейшем этого пациента. Что мы можем предложить ему это наблюдение? Введение брендоксимаба витантина, введение нивумаба или пембролизумаба? Голосование идет. Как правило, несколько секунд. Лариса Валентина, они длятся вечность, но это очень важные секунды для обратной связи. Нас сейчас слушают специалисты, для которых этот вопрос крайне важен. Голосование закончено. Большинство предлагает введение ингибиторов иммуноконтрольных точек. Теперь надо посмотреть, как у нас в конце нашей презентации, изменится ли мнение наших слушателей или нет. Притоксимаб педансин. Это конъюнгированный иммунопрепарат. Он достаточно эффективен у пациентов с рефракторными, с лимфомой Ходжкина и с рецидивами. Частота полных ответов может быть достаточно высокой, как и частота объективных ответов. Также пятилетняя выживаемость достигает около 40%. При полных ремиссиях, естественно, пятилетняя общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования выше у этих пациентов. В 2011 году он был одобрен в ДИИ. Для лечения классической лимфомы Ходжкина после неудачи терапии, это ранний процедив или прогрессирование, после высокодозной химиотерапии. И для некандидатов для высокодозной химиотерапии, если была неудача лечения, после двух и более линий терапии. В 2012 году в Европе одобрен этот препарат. И в 2016 году в России получил одобрение для лечения классической лимфомы Ходжкина. Бритоксимапидонсин также эффективен и после аллогенной трансплантации. Частота объективных ответов достаточно высокая и полных ответов около 45%. Это достаточно высокая частота полных ответов для этой группы пациентов. Бритоксимапидонсин может использоваться с консолидирующей целью после аутологичной трансплантации при высоком риске рецидива. Это первичное рефракторное течение лимфомы Ходжкина, ранние рецидивы, экстронодальное поражение при рецидиве. При этом двухлетняя выживаемость без прогрессирования около 65%. И консолидация этим препаратом проводится в течение одного года. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования в группе контроля значительно ниже. И в августе 2015 года было одобрено препарат Бритоксимапидонсин в качестве консолидации после аутологичной трансплантации при высоком риске возникновения рецидива или прогрессирования классической лимфомы Ходжкина. Факторы риска мы уже обсудили. Вводится он в стандартные дозы каждые 3 недели в течение года. Это при около 16 введениях. Бритоксимапидонсин активно изучается у пациентов с классической лимфомой Ходжкина при повторном введении, особенно если был ответ на предыдущее введение. Также он изучается в комбинации с ингибиторами МТОР и с другими препаратами, также с ингибиторами именемных контрольных точек. Он эффективен в терапии спасения при рецидиве перед аутологичной трансплантацией в комбинации со стандартными режимами терапии спасения АИС с биндомустином. Достаточно высокая его эффективность как по частоте полных ответов, так и по частоте общей выживаемости. И также достаточно интересная комбинация – это бритоксимапидонсин с неволумабом. Также высокая частота полных ответов и общих ответов. Бритоксимапидонсин может использоваться достаточно эффективно как при химиочувствительной опухоли, так и при химиорезистентной опухоли. В этом случае эффективно применение двух курсов бритоксимапа виндотина с биндомустином в стандартных режимах. Клиническое исследование. Какие опции могут быть у пожилых пациентов старше 60 лет при рецидивах и рефракторных формах? Это в основном используются монорежимы. И бритоксимапидонсин также занимает одно из литирующих положений при рецидивах и рефракторных формах у пожилых пациентов. Также может использоваться этот препарат в терапии третьей линии, то есть у предлеченных значительно пациентов. Проводится 24 курса, и если достигается объективный ответ, то можно обсуждать вопросы о проведении аллогенной или аутологичной трансплантации, если ранее они не проводились. И также может использоваться в монорежиме, если это пациенты, не кандидаты для трансплантации. Бритоксимапидонсин. Показание его – это неудача лечения аутологичной трансплантации, это неудача лечения двух и более линий предшествующей терапии, если это не кандидаты для трансплантации. Это консолидация после аутологичной трансплантации при высоком риске возникновения рецидива в терапии спасения второй линии перед аутологичной трансплантацией. Он эффективен при повторном применении, особенно в комбинированных режимах. Например, если на предыдущем применении была чувствительность к этому препарату, была полная ремиссия достигнута или частичная ремиссия, то при повторном приведении также можно достигать как полных ответов, так и объективных ответов, и достаточно продолжительных. Для преодоления множественной резистентности используют иногда, изучаются в клинических исследованиях, это его комбинация с цифалопоспорином, аверопомилом. Также он может комбинироваться с абрутинибом, с другими препаратами иммунотерапии и с ингибиторами иммуноконтрольных точек. Он эффективный, хорошо переносится. Большинство ответов – это частичный ответ или стабилизация при повторном применении у значительно предлеченных пациентов. Также возможно применение аутологичной трансплантации, если получен эффект на фоне проведения терапии бредуксимогом ведантином. И на сегодняшний день, если у пациентов возникают рецидивы после аутологичной трансплантации гемопатических стволовых клеток, уже есть алгоритмы и с появлением дудуксимаба витантина и иммунотерапии у этих пациентов появились большие возможности комбинации этих препаратов или последовательного их проведения и обсуждение вопросов в последующем о проведении возможно-аллогенной трансплантации. Было исследование о мниволумабом, это ингибитор иммуноконтрольных точек, где было отмечено, что у пациентов с лимфомой Ходжкина также был достигнут объективный и полный ответ. Достаточно это была предлеченная группа пациентов, предшествующие линии до 15. У большинства была проведена аутологичная трансплантация гемопатических стволовых клеток в комбинации с брентуксимабом ведантином, но тем не менее были достигнуты полные ремиссии и была также достаточно высокая, хоть и не в большой группе, частота объективных ответов и выживаемость без прогрессирования достигала 86%. Регистрационные исследования всем известны. Здесь проводилась терапия неволумабом пациентам, которые ранее получали аутологичную трансплантацию с брентуксимабом ведантином в разные периоды. Одна группа без, только аутологичная трансплантация. Во второй группе брентуксимаб использовался после аутологичной трансплантации. И в третьей группе здесь были разные точки приложения брентуксимаба ведантином. Это все были пациенты достаточно молодого возраста, все с распространенными стадиями, значительно предлечены, и многим даже проводилась предшествующая лучевая терапия. У всех было отмечено улучшение опухолевой массы, независимо от предшествующего лечения, в том числе и брентуксимабом ведантином. Частота объективных ответов достаточно высокая, и частота полных ответов, и была она выше частота полных ответов, в группе пациентов, которые получали только аутологичную трансплантацию и ранее не получали брентуксимаб ведантин. Длительное сохранение эффекта продолжительное, и, ну, выше, естественно, при достижении полного ответа у этих пациентов, и достаточно это были продолжительные ответы для столь предлеченной группы пациентов. Выживаемость без прогрессирования также была высокой у всех этих пациентов и составила медиана около 15 месяцев у пациентов после аутологичной трансплантации гемопатических стволовых клеток. Выше была при полном ответе, но, тем не менее, если даже достигалась частичная ремиссия или стабилизация лимфомы, очки на продолжительность без выживаемости, без прогрессирования тоже была значимой для этой предлеченной группы пациентов. И общая выживаемость достигла на один год тоже достаточно высокая. Нужно отметить, что неволумаб также был эффективен у пациентов и рефрактерных, как к первой линии терапии, так и к последующим линиям терапии. Также и он был эффективен, если рефрактерность была к бетоксимабу видантином. Нежелательные явления они были, но в третьей-четвертой степени они не превышали 25% в этой группе пациентов. Нежелательные явления были связаны с кожной токсичностью, с поражением желудочно-кишечного тракта, с печенью, с кровотворной системой, с дыхательной системой. Нужно отметить, что качество жизни действительно при применении препаратов иммунотерапии у этой группы пациентов стали говорить о качестве жизни. И надо отметить, что каждый визит отмечался с повышением качества жизни при терапии неволумабом у этих пациентов. Неволумаб продемонстрировал высокую частоту ответов. Эффективность была высокая, независимо от ответа на предыдущие линии химиотерапии и при рефрактырности как первичной, так и при тусимабу витатину. И ответы были длительны у этой группы пациентов, независимо от того, это были достигнуты полные ответы, или частичные, или стабилизация. Выживаемость без прогрессирования была также высокой, независимо от объективного ответа, и достаточно приемлемый профиль безопасности для данных пациентов. Он был зарегистрирован, этот препарат и одобрен в 2017 году в Российской Федерации. И по рекомендациям нашим клиническим он может использоваться в качестве монотерапии у пациентов с рецидивом лимфомы Ходжкина после аутологичной трансплантации и терапии брентуксимабомедатином или после трех и более линий, включающих аутологичную трансплантацию. Также неволумаб может применяться и у пациентов с рецидивами классической лимфомы Ходжкина после терапии брентуксимабомедатином, если это не кандидаты для аутологичной трансплантации. Здесь нужно сказать, что обязательно по рекомендациям нашим российским все-таки эти пациенты должны быть после аутологичной трансплантации, но не обязательно, чтобы они ранее лечились брентуксимабомедатином. Используются стандартные режимы введения неволумаба. Вембролизумаб, но лично в нашей клинической практике он используется реже, но тем не менее это очень похожие препараты. Также подтверждена высокая эффективность этого препарата нерандомизированными исследованиями при рецидивах рефракторного течения лимфомы Ходжкина как после аутологичной трансплантации, так и после применения брентуксимаба и видонтина. Вводится он, в отличие от неволумаба, каждые три недели. Также можно получить высокую частоту объективных ответов и полных ответов. Но здесь похожий дизайн. Единственное, здесь не все пациенты получали аутологичную трансплантацию. Есть группа, где они не получали ее или не получали. Поэтому немножко дизайны отличаются в регистрационных исследованиях. Но тем не менее это тоже привлеченные больные. Это тоже достаточно молодой возраст пациентов. И получены хорошие эффекты во всех группах по уменьшению опухоли от первоначального размера по частоте объективных ответов и по частоте полных ответов. И также отмечена продолжительность достаточно долгая и при достижении частоты объективного ответа. Но надо отметить, что длительность ответа, она также продолжительна. Похожие результаты у неволумаба и пембролизумаба. Ответ на терапию в среднем достигает где-то, в отличие от биртуксимаба, витансина при иммунотерапии в среднем до трех месяцев. Но продолжительность достаточно длительная при достижении ответа. Независимо от стабилизации. Это или частичный ответ, или полный ответ. Также выживаемость без прогрессирования. Естественно, она выше, если мы достигаем полный ответ. Но надо помнить, что полный ответ может достигаться на иммунотерапию этих пациентов не сразу. На это нужно время. При повторном применении иммунотерапии как пембролизумабом, так и неволумабом, тоже можно достичь повторный ответ. Особенно если эти пациенты повторно используются этот препарат в комбинации с другими препаратами. После терапии пембролизумабом есть возможность пациентам проводить алтологичную трансплантацию и есть возможность проводить аллогенную трансплантацию. Токсичность тоже приемлемая для этой группы пациентов. Также на каждом визите отмечается повышение качества жизни у этой группы высоко предлеченных пациентов. Он был зарегистрирован в России в 2019 году пембролизумаб в связи с высокой эффективностью значительно предлеченных пациентов с рецидивным и рефракторным течением классической лимфомы Ходжкина и достаточно приемлемым профилем токсичности. По российским рекомендациям он может использоваться в монорежиме у пациентов с рефракторным течением и рецидивом классической лимфомы Ходжкина после трех и более линий предшествующей терапии и может назначаться пациентам, которые ранее не получали бритоксимаб, фидантин и отологичную трансплантацию в отличие от неволумаба. При сравнении эффективности пембролизумаба и бритоксимаба выживаемость без прогрессирования лучшие показатели при применении пембролизумаба. Частота объективных ответов тоже выше, более продолжительные ответы при применении иммунотерапии. Ну а если говорить о токсичности, связанной с иммунотерапией, здесь немножко она была выше по сравнению с бритоксимабом-видантином. Изучаются различные комбинации, как бритоксимаба-видантин, так и неволумаба и бембролизумаба. Различные сейчас проходят фазы, и у нас в ближайшем будущем будет много возможностей использования этих препаратов в комбинации с другими препаратами. По рекомендациям НСССН 2021 года он может использоваться как в монорежиме у пациентов с рецидиуми и рефракторным течением лимфомы Хочкина, так и в комбинации, допустим, иммунотерапия может неволумаб использоваться в комбинации с бритоксимабом-видантином. Также это такая сейчас комбинация бритоксимаба-видантин с неволумабом, которая наиболее эффективна на сегодняшний день, достаточно высокая частота ответов. При этом профиль токсичности, он, конечно, более токсичный, этот комбинированный режим, но тем не менее управляемый. Менее 10% пациентов понадобилось назначение кортикостероидных препаратов. Хорошо переносится неволумаб и бритоксимаб также у пациентов старше 60 лет. И в качестве рецидива у этих пациентов классической лимфомы Хочкина эти препараты в монотерапии могут использоваться. Промежуточные результаты при рефракторном течении классической лимфомы Хочкина – это чередование неволумаба, несколько курсов введения, и если эффект недостаточный, то подключение двух курсов АЭС в комбинации с неволумабом, последовательные введения в качестве притч-терапии для возможности проведения аутологичной трансплантации гемопатических стволовых клеток. Возможности применения это в первую очередь после неудачи лечения аутологичной трансплантации, перед аутотрансплантацией, перед аллогенной трансплантацией и после рецидива классической лимфомы Хочкина, после аллогенной трансплантации. Также сейчас изучается эффективность пембролизумаба в качестве консолидации после аутологичной трансплантации. Иммунотерапия нам позволяет преодолевать резистентность к бритоксимабу введансину. Неволумаб и импиопатолизумаб должны быть осторожно применяться при аутологичной трансплантации. Тот, кто проводит иммунотерапию пациентам или терапию бритоксимабом введансином при рецидивах и рефракторном течении классической лимфомы Хочкина, должны, естественно, быть в контакте с трансплантационными центрами для того, чтобы обсуждать вопросы, когда возможно проведение аутологичной или аллогенной трансплантации. Потому что, к сожалению, несмотря на продолжительные эффекты иммунотерапии, все равно они заканчиваются рано или поздно, и, тем не менее, опций у нас не всегда бывают достаточные, поэтому эти вопросы можно обсуждать, особенно если это кандидаты для проведения аллогенной или аутологичной трансплантации. И помнить, что иммунотерапия – это достаточно терапия с контролируемым токсичным профилем, повышающая качество наших пациентов. Также пембролизумаб изучается в комбинациях с противорецидивной терапией, также показывает достаточно высокие результаты как по частоте объективных ответов, так и по частоте полных ремиссий. Можно использовать различные режимы введения пембролизумаба. Также имеются данные о эффективности более низких доз, как пембролизумаба, так и неволумаба. И ингибиторы контрольных точек, они высокоэффективны, даже у значительно предлеченных пациентов улучшают выживаемость без прогрессирования, в том числе у пациентов с рефракторным течением и с первичным рефракторным течением и позволяют достигать продолжительного наилучшего ответа, улучшают качество жизни пациентов и могут использоваться достаточно эффективно у пациентов пожилого возраста. И опять наш пример, тот же самый, я не буду повторять, это пациент с первичным резистентным течением лимфомы Ходжкина, которому проведена была аутологичная трансплантация. Первый курс противорецидивной терапии был неэффективный, использовался брентуксимаб-видантин, получен после аутологичной трансплантации полный метаболический ответ. И вот как все-таки нам поступить с этим пациентом? Наблюдать за ним? Или мы предлагаем ему введение брентуксимаба-видантина, или предлагаем введение неволумаба или пембролизумаба после аутологичной трансплантации? Голосование Ларисы Валентиновны у нас запущено. И пока у нас идет голосование, у нас не очень много времени остается на дискуссию. Все-таки я хотела бы услышать ваше мнение. Нас слушают сейчас специалисты в регионах. Поскольку Центр отделения гематологии и химиотерапии с палатой интенсивной терапии является одним из ведущих трансплантационных центров, то каковы те пациенты, которые должны быть направлены в Центр компетенции? Могли бы Вы описать, кого именно нужно наиболее оптимально направлять на данную терапию? Конкретно специалистам, которые нас слушают. Если у нас возникает первый рецидив, то лучше всего взаимодействовать сразу с трансплантационными центрами и определять дальнейшую тактику ведения этих пациентов. Потому что именно определение, когда, в какое время, на каком этапе готовить этих пациентов, аутологичную трансплантацию или аллогенную, или это не кандидаты для трансплантации, это, конечно, нужно обязательно в взаимодействии с любым центром. То есть первый рецидив или первое прогрессирование, первичное резистентное течение, обязательно нужно консультироваться. И сейчас есть телемедицина, и мы никогда не отказываем напрямую консультации. Иначе, конечно, эффект можно потерять у этих пациентов, они должны быть под контролем. Есть как бы вот это понятие маршрутизации и взаимоприемственности. Один из факторов, в общем-то, может быть неудачи лечения у данных пациентов. Не только вот эти опции современные, которые у нас сейчас появились в последнее время, но и преемственность, маршрутизация этих пациентов. Это один из факторов, в общем-то, успешного возможного лечения этих пациентов. И, Лариса Валентиновна, у нас осталась буквально минутка, и прокомментируйте, пожалуйста. Да, поменялась. То есть, значит, то, о чем мы говорили, несмотря на то, что времени было не так много, обо всем рассказать, тем не менее, мнение поменялось, и я считаю, что свою задачу я выполнила. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова